Семечки остаются и будырек, на чем держится яблоко. Вас кто-то опучил или за вами не смотрели, почему вы решили, что яблоки так едят? Я так всегда ел. Ну, допустим, пирог. Я вот пирога, начинку буду брать, а пирог сам буду, потому что нормально будет. Рыбу ловят, браконьер называется, а сетра бьют, икру берут, а рыбой заварят без бель. Нормально? Слеп, конечно. А почему ты дома так ел? Смотрю, он еще говорит, он дома так же ел яблоки. Значит, достаток есть в семье. Притом, сейчас если вытащить, то это все по-другому будет выглядеть. Я пока не буду ест, расскажу один случай такой был. Это, кажется, сесоя великого. Он с другим, который подвязался, поближе познакомился и пригласил его в гости, монаха этого. Ну и угощает его бобы у них. Бобы. Что они означают? Наши бобы или просто бобы. Он говорит, очень. У меня тоже бобы есть, но я таких бобов нифиг не дал. Он говорит, брат, поверь, это то, что я у тебя под окном подобрал. Это то, что ты не доедал, у тебя оставалось, ты выплескивал, а я мимо ходил, все время собирал и все. Ты хотел быть священником. Какое ты священник, когда бабам ума не дашь? Тебя никогда никуда не поставят. Ты зачем? Ты когда не можешь яблоко грызну? Понятно, с чем речь идет? Да. Немецкий генерал, когда сидел здесь в тюрьме, он говорит, все кости до одной высушивал, потом их перетирал, там в чем-то точке переминал, чтобы из этого выжать какие-то витамины, чтобы остаться живым. Видели, во что бы то ни стало восстаться живым, когда Берл Грилс, он из спецназа, его и в пустыне, и в Мазонке, и где только он не был, и он один остается живой. Сразу 47 человек, все погибли. Жажда, в пустыне, ни капли воды нет, 300 километров до ближайшего пункта, жара там 45 градусов, и он все рассказывает, но за ним съемочная группа идет, все это снимают. Главное, что если у тебя нет воды, испарения идут, кровь сгущается, тромбоз и до свидания. Нужна жидкость? Вот он видит кобра, пустынная змея, он начинает ее, и наконец удаляет ее, прижимает у него с собой нож, он голову отрезает и говорит, голова должна быть зарыта, иначе она мертвой голову жалит. Мертвой жалит. Он ее зарыл, эту берет шкуру, стягивает и говорит, сколько мне белков, витамина дальше отворачивается и писает в эту шкуру, она у него как грелка какая-то. Пописал в эту, потом поднял и пьет. Противно, говорит, а другого способа нет. Он находит кал от слонов. Да там насекомое, это не важно, говорит, это все белки. Он поднимает кал и выжимает в водах, там жижа страшная какая-то. Он пьет и говорит, это спасение мое. Мы дома за столом ума не дадим. Если ты бабам яблоко ума не дадим, кто тебе поставит на счет? Ты должен быть экономным. Это естественно для бедного человека. Мы вот бедные были, нас так родители учили. У нас в семье было пять братьев, пять сестер, десять детей, она мать-горея была. Мы все делили, малину собрали, бабушка через дорогу наша, тятя, тятя, это папа, который зовут, у нас папой не звали. Каждому-каждому поровну сидим, делим, разделим, положим, ждем. Никто ягодку не съест. Если яблоко попадет, ну ясно делал, так его никто не ест. Ты про это даже не знал, да? Не знал, что оставлять нельзя в чашке. Ну я не могу перечислять, в чашке не оставлять, а в кружке оставлять, выливать будет компот. Или молоко не допил, выпреснул. Это означает пищу беречь. И это говорят об этом все святые отцы. И так понятно, это Божий дар, мы его не делали. Эта земля произвела по Божьему повелению, а ты так небрежно с ней обращаешься. Мы сейчас, ты видел, что там делаем, как валим? Видел деревья, какие валим? Сейчас там не пройдешь. Значит, выбирай одно из двух. Или ты, у нас после обеда парень отдыхает, пойдешь с нами работать сейчас туда, вот это доешь. Тогда тебе каждый раз будут давать яблоки. Если ты скажешь, да, я не хочу, все, больше последнее яблоко, больше ты яблок не увидишь. Выбирай. Пойдешь работать. Пойдешь работать. Дай яблоко. Съешь так, чтобы от них кости отсчет, никуда не выходи. Доешь. И останется только семечки. Семечки тоже щелкать может человек желающий. Понятно? Это уроки. Уроки сохранения жизни. А не просто воршливый старик сидит, ему делает нещего, он долго там, говорит, на мозги капает. Вот он, его бросил на севере. И там выбросил нерпах, кажется. Ну или что-то такое там, дельфин или что. Он его ножом разрезает, а там белые щеви под кожей кишат. Он говорит, о, это белки сплошные. Он берет и ест. Ему надо выжить, нигде никого нету. И он доходит до селения. В одном фильме он показывает, как они летели, команда, я не знаю, футболистов или кто, и самолет разбился. И их поискали, нигде нет. Они там где-то высоко в горах. И как, я не знаю, где-то Чили или где было, и наконец наступило людоедство. Те люди, которые умерли уже, разбились, от них отрезают мясо. И они, когда принес, проголосовали все-таки, чтобы жизнь сохранить, есть мясо. Вот мы уже, вот сейчас какие мы есть, такими мы уже никогда не будем. Потому что мы впустим в человечину. Их никто и не осуждает за это, но они это очень хорошо понимали. И молились об этом. А один, значит, говорит, я не хочу, чтобы меня резали и ели. И куда-то ушел, там ухомер. То есть даже вот кинематограф этой темы касается. И как они делили последний там шоколад в самолете или что-то там на 40 человек. Ну, на язычок это чуть-чуть. Я считал, в пустыне Тауреги ягненка закололи вдвое. Костер разожгли, один подошел, салям алейкум. Сел, все это свое уже, все, мусульманин. И когда, говорит, сварилось, все, 40 человек уже сидело около котла. Которые шли в пустыню там куда-то. Ехали они на огонек отказать никакой воды. Налил, чтобы больше было. Вода с барашком. Ой, как дорого, салям алейкум. Все, Аллах Акбар говорит. Мы должны научиться это сценить. Нам тоже дай яблоки. Есть, я положила. Все. Ты понял, нет? Это твое яблоко. Это твое яблоко. Значит, ты решай. Или ты придешь там ветки таскать ветки. Там не трудно в одно место. Или ты доешь сейчас это. И пойдешь с нами работать. Или больше никогда яблоки не получишь. Ты что избираешь? Яблоки я не хочу так есть. Все. Яблоки не хочет он есть. Не будет есть, да? Нет. А это доешь. Чтобы осталось все-таки. Это твое яблоко. Доешь. Если ты не доешь, ты будешь вообще ничего не получишь. Вот сиди, не выходи никуда. Доешь семечки и скажи, а я доел, а где семечки? Значит, ты без яблок останешься. Ты их брал сам, это не ровщи. Все? Второе. Нет, еще не будет. Если хотите, помидор дайте. Сейчас дадим. Что, Егор свободный? А? Егор свободный. Ну да. Никуда не уходи. Только сапоги переодень во что-то. Сейчас. Жарко. И мы пойдем вместе. Сучки таскать по дубе со складами. Мы много напилили, нам помощь нужна. Лилия, пирог из пекла будете? Нет, не буду. Мне. Режим достаточно. Спасибо. 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 Спасибо.